Значит, сегодня мы обсуждаем такую специфическую вещь, как для нас бытие фенологии Духа Гегеля. Правда ли, что такая для нас бытие появляется? Действительно ли это имеет место быть там, вот в этом самом тексте? Речь идет, конечно, о самой первой главе, одном из самых комментируемых мировых текстов, фенологии Духа. Я даже его сейчас не читал и не обновлял, поскольку я помню его достаточно неплохо. Значит, о чем идет речь? Значит, вроде бы, действительно, фенология Духа начинается с того, что у нас есть два главных героя. Собственно, сознание или оно же знание, с одной стороны, с другой стороны, предмет. Действительно, Гегель замечает о том, что среди бесчисленных... Да, что мы начинаем искать? Мы ищем непосредственно, то есть бытие первоначально. Мы пытаемся найти непосредственность, как некое основание любого бытия. И точнее, оно самое. Теперь мы, среди бесчисленных различий замечаем Гегель, при всем этом встречаются сразу же два фундаментальных. Первое – это предмет. Второе – это сознание. То есть, есть предмет и сознание, которому мы противопоставим. Есть сознание и предмет, который находится перед сознанием. Это странная точка зрения с позиции философии, скажем, XX века. Но, тем не менее, она именно такова. И поэтому вначале хочется найти, что в ситуации чувственной достоверности выступает в качестве непосредственного. Предмет или сознание. Или, может, вся ситуация целиком и вместе. Предлагается следующее рассуждение. Мы действительно думаем, что перед нами есть нечто непосредственное, то есть предмет. Например, мы думаем, что сейчас, в это время, непосредственное, то есть истинно-чувственное достоверность представляет из себя ночь. Но потом проходит некоторое время, и мы видим, что истинно-чувственное достоверность выдохлось. Ночь сменилась днем. здесь и появляются те странные слова, которые в русском переводе фенологии Духа выделены курсивом, утверждается что не только само сознание на опыте убеждается что не иночь является истинной чувствной достоверности а не только некто мы, но и само сознание а вот это самое мы это наш сегодняшний герой насколько мы ситуацию фенологии Духа воспринимаем не как просто чистую ситуацию восприятия, а ситуацию в которой нужна еще некая дополнительная позиция позиция констатации с точки зрения некоторого мы притом ясно, что это мы является совсем не тот самый научный работник, который излагает это дело в какой-нибудь научной статье ну там, мы получили или что-то легко увидеть или как-то еще, это вот какой-то вроде герой, хотя его позиция является чисто констатирующей для чего нам мы здесь фактически будет нужна потому что не видим ли мы здесь если такая позиция оправдана на самом деле некую рудиментарную форму самосознания и не оказывается, что где-то с самого начала начиная с ситуации чувственного восприятия или захвата чувственной данности собственно сознания уже в этом каким-то образом вводит, имплицирует в эту самую ситуацию некую позицию самосознания в рудиментарной форме в самом деле является ли в нашем главном главными героями сознание и предмет или являются нашими главными героями сознание, предмет и некое мы или так называемое для нас бытие вот это и стоит рассмотреть поэтому еще раз обратимся к этому переднему первому шагу и постараемся понять что происходит когда день сменяет точнее когда ночь сменяет день но в самом деле у нас в нашей обычной ситуации при восприятии никогда не возникает никакого когнитивного диссонанса при смене и дня ночью не происходит ни на один момент и ни на одно движение но она почему-то происходит у Гегеля а происходит она потому что у нас предмет выступает как что-то непосредственное то есть как некая определенность которая устанавливает свое чистое отношение с истиной то есть с единственной истиной и чувственного восприятия, и сознание начинает думать, что все, то есть мир, то есть бытие, то есть непосредственно является ночью. И тогда по этим законам на нас наступает день. Мы видим, что здесь существует несколько видов. Ночью выступает, во-первых, первая ситуация, она выступает в качестве собственного предмета. Предмет, который дан сознанию, выступает формой предмет. Это раз. Вторая это ситуация, когда ночь выступает в качестве бытия, то есть в качестве непосредственного. Это тоже вторая ситуация. И третья, самая интересная, когда ночь выступает не только в качестве бытия, не только в качестве предмета, но выступает еще в качестве примера того, что могло бы явиться в этом качестве. То есть в качестве примера ночи, ночь выступает в качестве примера ночи, и ночь выступает в качестве примера бытия. Ночь выступает в качестве предмета, и ночь выступает в качестве, собственно, предмета непосредственно. А если бы ночь не сменялся днем, тогда что было? Ну вот я полагаю, что это невозможно. Сидишь ты в пещере, там темнота, ночь никогда не сменяется. Очень, смотри, бывает большое искушение понять эту самую ситуацию, как ситуацию, обстояние дел. Что мир устроен таким образом, что на смену ночи всегда приходит день. Я подразумеваю, что у гибели здесь речь идет о внешней необходимости. Есть некая необходимость? Да, я хочу сказать, что это внешняя необходимость другого рода. В чем состоит эта внешняя необходимость? Давайте на нее посмотрим. Вот мы вспомним, что у нас предметы противостоит знание или сознание. На стороне сознания или знания находится отчетовьность. А определить это значит ограничить. Тогда, когда я выставляю в качестве непосредственного себя предмет, таким образом я говорю, что вся моя четойность, все, что я имею, это и есть четойность собственного предмета, то есть ночи. Но с другой стороны, определить это ограничить. Ограничить это означает снять. И поэтому это уже оказывается не внешняя необходимость, а необходимость снять ночь днем, это оказывается моя внутренняя природа. В самом деле, я отождествляю себя с предметом, но поскольку определить это ограничить, есть форма отчетойности или определенности, я снимаю этот самый предмет. На смену дню наступает ночь. В этом смысле мы видим, что это моя собственная необходимость, а ни в коем случае не является необходимостью собственного мира. То есть день сменяет ночь не потому, что устроен мир путем внешней необходимости, а потому, что я как форма определенности или форма четойности, оказываясь в отношении непосредственности с предметом, начинаю таким образом действовать. Вот так я воспринимаю этот ход. Почему он здесь важен? Да потому, что здесь никакой формы для нас быть я совершенно не нужно. Сознание отождествляет себя с предметом. Она говорит, что предмет является моей единственной истиной, но в тот же момент по своей собственной природе, поскольку она является формой определенности или формой снятия, или непосредственно она снимает этот предмет. И единственным результатом для самого сознания в этом самом акте оказывается, что непосредственное, быть может, уже не сам предмет, а непосредственно является само сознание. Здесь мы видим переход от первого пункта гигаритской технологии духа ко второму пункту. Но мы видим, что в этом... Подожди, ты мне тоже вопрос. Это разговор, ты делаешь акцент именно на сознание. То, в общем-то, можно сказать, что снятие монет, присуще славу миру, а сознание просто констатировать. Я хочу как раз объяснить... У Гигеля именно так, как вы и говорите. И в диаматике вот... Я хочу сказать, что у Гигеля вот не так. Это не внешняя необходимость совершенно. Это у него действительно такая внутренняя необходимость. Если бы это внешняя необходимость была бы, то тогда бы сознание на опыте никогда бы не понимало, что истинное чувство и достоверность является... Сейчас закончу. Истинное чувство и достоверность является не предмет, а само сознание. Вот так было. Дело в том, на самом деле, что если истина будет субъективна, а в данном случае она у тебя субъективна, то вообще разговор о никакой истине состояться не может. Смысл истины и состоит в том, что достоверность, она субъективна, а истина, она объективна. Когда сознание полагает что-то истинным, оно и говорит, что вот это объективно. То есть, сознанию достоверно дан предмет, это субъективно. Она говорит, что он не только достоверно дан, что он еще и истинен. Если он чувствует достоверности. Это объективно. То есть, сам предмет является непосредственным для сознания. Подожди, Слава. Слава мы сейчас это подберем. Просто суть данного пассажа в Гигели состоит в том, что сознание берет нечто достоверное, в данном случае чувственное предмет, и кладет его как истинное, то есть как объективное. Но это не удается. Вот что проблема. Не удается именно потому, что на самом деле объективность живет по своим законам, а не по тем, которые сознание кладет. Сознание хочет положить в качестве истинной ночь, но на самом деле наступает день, и истинная выдохность. То есть на самом деле полагание сознанием истинным в качестве ночи не удается. Да, но надо объяснять, по каким свойствам выступает день на ночь. А у тебя получается, что есть сознание, вообще ничего внешнего не нужно. Оно вообще-то само в себе что-то определяет. И когда просто все эти категории истинное, достоверное, оно не имеет никакого смысла. Оно просто определяет предмет, который состоит, выступает перед нем в качестве непосредственного. Она пытается понять, что есть непосредственное. Нет, вопрос идет ведь не об игре термина. Вопрос идет не об игре термина. Вопрос идет о том, чтобы обнаружить истинное. Но истинное, если бы истинное было субъективное сразу, тогда и не надо было бы ничего, потому что оно и так уже достоверное. И как достоверное оно в субъективном смысле истинное. Суть-то вопроса состоит в том, чтобы обнаружить истинное по ту сторону достоверного. Чтобы то, что достоверное, обнаружить так же, как и истинное. И истинное и достоверное это разные. А не одно и тоже. То есть ты вот эту ситуацию второго пункта сам принимаешь в качестве возможного? Смысл в чем состоит? Когда в качестве истины, чувственной достоверности уступает собственно сознание. Смотри, смысл в чем состоит? Сознание, как активная сторона, пытается положить в качестве истинного нечто чувственное. Нечто непосредственное, пытается положить. Она говорит, что пусть, если я принимаю нечто единичное, пусть будет истинным, скажем, ночь. Потому что ночь есть нечто единичное. Оно это полагает. То есть оно как активное, оно полагает его в качестве истинного. Но нечто случается, какая-то внешняя необходимость, и вместо ночи оказывается день. То есть тем самым сознание узнает на опыте, как говорит Гегель, что его полагание истинного оказывается неверным. И что значит надо как-то друг, что-то другое положить в качестве истинного. Вот смысл этого опыта. Это спекулятивный опыт или это объективный опыт? Спекулятивный, говорю. В конце концов, мне кажется, что вопрос сводится к тому, куда отнести истину, собственно, к сознанию или к миру. И вот вопрос, который встает перед сознанием. Вот все, о чем говорилось, мне кажется, сводится к этому. Саму истину-то куда отнести? К миру или к сознанию? Там на самом деле, если думаться, у истины есть подскудное определение, которое состоит в том, что истина не зависит ни от какого там внешнего опыта, и она не может быть выдохнутся, она не зависит от времени и пространства. Что она должна сохраняться. Хорошо. Подожди, вот эта предпосылка того, что такое истинное, содержится в самом трактате. И поэтому то, что там высказывается в качестве истинного, заранее уже обречено на то, чтобы быть всеобщестью. Потому что у Гегеля это в качестве предпосылки. Если всеобщесть, то значит не к сознанию. Да, но тогда обратите внимание, что истина это непосредственно. Истина это непосредственно. Ну, чем плохого определения? Нет, первое полагание состоит, что истина это непосредственный предмет. Это первое полагание. Не обязательно непосредственно. Второе полагание будет, что истина это непосредственно непосредственно. Прошу прощения, не обязательно предмет. Нечто непосредственно. Истина, нечто непосредственно. Но что такое нечто непосредственное? Ты же там сказал, что... Тремя способами потом это будет определяться. Не смотри, в опыте, да, как бы выступает, как бы... Он же дословно говорит, что теперь вот это самое непосредственное должно быть распределено между ними. Да все понятно. То есть между сознанием и предметом. Вот там кажется такой прозрачный трактор. Там ничего такого не надо наворачивать, чтобы понять, о чем идет речь. Есть как бы предмет, есть как бы субъект. И непосредственность можно определять как непосредственность предмета, как непосредственность субъекта и как непосредственность их к отношению. И собственно эти три этапа там и проходят. Сначала непосредственно сберется как непосредственный предмет, но выясняется, что предмет может измениться. Да, но каким образом сознание переходит после этого на мышление того, что непосредственным является собственное сознание, непосредственно сознание? Оно ничего не переходит, это три различных опыта, тут нет перехода от одного к другому. Смотри, там же сказано дословно, что само сознание убеждается в том, что истинное чувство непосредственности является оно само. Если дальше двинуться, в восприятии написано, что мы в чувстве... Ну это вот так, это факт просто. Нет, мы в чувственной достоверности, на самом деле, брали в качестве опытов нечто, что как бы хаотически брали. У нас не было никакого начала, а мы брали нечто, что пришлось взять. А в восприятии этот предмет стал для нас, и поэтому мы уже не берем не так, как мы можем его взять, а так, как он явился. То есть, на самом деле, предмет становится необходимым предметом, только восприятие. А в чувственной достоверности есть только еще какие-то возможности, и берутся различные возможности, какие есть, как можно понять непосредственно. Тексту не соответствует тот случай, что мы просто действуем простым перебором. Тексту соответствует как раз это. Что, что мы перебираем. Ах, не получился предмет, возьмем собственное сознание. Ах, не получилось сознание, возьмем собственное отношение. Потому что в начале нет никакой необходимости движения. В начале есть просто некий перебор. У него ход же проделан точно с наступлением дня на смену ночи. Мы видим, что в этом деле сознание понимает себя в качестве истины, или в качестве непосредственного чувственной инстиверции, само себя. Это необходимый ход. Нет никакого необходимого хода. Просто сознание понимает, что истинным нельзя положить непосредственный предмет. Если действительно перебор такой существует, то тогда да. Тогда нам действительно нужна актуальная позиция мыля, для нас бытие. Почему? Потому что только для него вот этот хаотический перебор, тот первый, второй, второй. Перебор, непосредственно выступает в трех его моментах. Да, но для кого оно выступает? Для самого сознания. Ты говоришь, что для самого сознания оно таким не выступает. Выступает только для нас. Всегда для нас. Да. И вообще говоря, сторона истинного, оно выступает только для нас. А по тексту, при переходе к первому пункту, ко второму, Гигеле сказано, что подобного рода утверждение, понятно не только нам, но оно оказывается... Конечно, понятно сознание. Потому что сознание может быть в трех формах. Когда оно полагает непосредственно предмет, когда оно полагает непосредственностью свое восприятие предмета, и когда оно полагает непосредственностью... Я-то как раз построил... Весь опыт в целом. Ну, по отношению, да. Отношение предмета и сознания. Тогда, говорит Гигель, мы уже не оборачиваемся, и тогда мы уже не ждем, когда день наступит, но один очередь и другой я не может прийти. Потому что вот эта позиция, она подразумевает, еще раз я повторяю, Буат, твою концепцию, что нас главным героем этого построения является мы. То есть для нас бытие. Да мы это просто констатация. Именно констатация. Кто-то должен знать сторону истины. Именно вот эта констатация. Еще раз говорю, кто-то должен различать на самом деле истинное, как истинное, и полагание чего-то в качестве истины. Кто-то должен держать позицию в себе. Мы это та позиция, с которой видно, что состоит в себе. Да. Но осознание знает только то, что для него. Гигель выступает в качестве наивного естественно-испытателя, у которого в колбе... Никакого на качестве наивного он не выступает. Микробы... То есть можно сказать, что это метапозиция. Это метапозиция, да. Именно да. Да, была такая, и это излагает. Конечно, это метапозиция друг не может. Тем не менее, я только что продемонстрировал построение в сферу своих скромных возможностей, когда у нас само сознание на опыте убеждается, что оно является непосредственным. То есть непосредственно с присутствием самого себя. И это не с позиции... Открывается не с позиции некой смета, а изнутри самого построения. Само сознание на опыте каждый раз узнает и напишет Гигель, и об этом каждый раз забывает. Точно так же оно каждый раз как бы на опыте, каждый раз убеждается, что в его полагании это не истина, и каждый раз как бы это забывает и начинается это свое... Да, но само оно... Поэтому оно к восприятию никак не переходит. Смотри, почему к восприятию? Потому что само сознание может перейти от ситуации того, что предмет есть непосредственность необходимым образом тому, что оно само есть истина чувственной достоверности. То есть само сознание может или не может. По тому же вторая позиция точно так же... Ну, да, это то, что так же. Но тем не менее, ты обрати внимание, что в этой самой ситуации приход-то этот у Гигеля необходимый. У Гигеля вообще любитель... А почему не начать с позиции, что сознание полагает в качестве непосредственного своего восприятия? Я вот этого не понимаю. Потому что в эмпирике, то есть фиминологически, понятие истинности распределено тем способом, что предмет выступает в качестве истинного непосредственного сознания, то, что существует благодаря этому непосредственно. Это просто он говорит... Это вот так в эмпирике. Нет, это просто первая. Это и феноменология такая. Это первая гипотеза. Три гипотеза. Она же не случайная, эта гипотеза возникает. Ну, вот тебе вот неудивительно, что ты вот постоянно копаешь сколько феноменов. Ты дальше-то читал трактат? Вообще дальше-дальше-дальше... Вот немножко, а я читал весь. И логику, я понимаю логику. Этот первый пункт ничего не значит. Важный переход от чувственной достоверности к восприятию. Вот важный. Вот где возникает необходимость, которую само сознание не знает и которую позиции мы как раз и знаем. Потому что вот этот переход между чувством и достоверностью и восприятием совершается за спиной сознания. А мы ковыряемся. Подожди, и это есть то, как говорит Гегель, что является дополнением самому движения сознания. Вот, вот, насчет необходимости еще раз. Переход от чувственной достоверности к восприятию. Как бы, в третьей гипотезе было высказано, как можно мыслить непосредственно с качеством истинного. Выясняется, что никак не невозможно выяснить, что истинное не является непосредственностью. И переходит к восприятию, где истинно уже является всеобществом. Все. Вот это вот, в этом первом пункте только это существует. А ты копаешься, как будто так пишешь. Переход между этими тремя пунктами, он необходим или он в хеотическом образе осуществляется? Как понять хеотическом? Это не понравилось, значит попробуем второе. Второе не понравилось, значит попробуем третье. Если не понравилось, но всего лишь три варианта есть. Здесь у тебя есть, это, три возможности. Ну, переход-то, переход-то непосредственно как предмета к непосредственному, как присутствию сознания. Она необходима в том смысле, что потому что всего три варианта. Если у тебя не один, то второй или другой. Ну, вот это же не так, это же у него переход-то у него необходимый. По тексту. В чем необходимость перехода? По тексту. Переход куда? Переход от мышления предмета как непосредственного к мышлению, присутствия сознания как непосредственного. Проблема действительно понимания Гегеля общая. И в технологии, и в логике тоже. Считать результатом, итогом то, что было в конце, или весь текст от начала до... Нет. Ну, вот мы этого прошли, это уже не важно. Проблема еще следующая, фундаментальная для Гегеля. У него никакое движение, к сожалению, для самого сознания, оно для него не является случайным, то есть самопроизвольным. Оно всегда у него необходимо. То есть у нас ситуация первая, не может обуславливать... Обуславливает... Именно у него специфика Гегеля именно в том, что он не приводит к необходимости, а каждый шаг является необходимостью. Ну, хорошо, как начало может быть необходимым? Вот, скажите, вы взяли положение полагания предметов, если бы фраза была не начало, а каждая фраза с начала, каждый переход с начала. Начало непосредственно неопределенное. Это да. Но в дальнейшем каждый переход у Гегеля во всех его... То есть это его принцип основной. Ой, ребята, вы не о том спорите, это не в этой... Просто у меня текста нету. Понимаете? Вот тут, пожалуйста, текст. Нет, это в новойке логики. В новойке логики. Да вот тебе открыт текст на ноутбуке. Да нет, не вне, не вне. Подожди, давай порассуждаем. Какая необходимость снятия днем ночи? Она же элементарна. Она заключается в том, что если бы не было ночи, мы бы не могли говорить о дне. Вот то, как ты красиво изложил Гегель, я так не могу вот на счет определительства значит ограничить. Да? Ну, это вообще. Это такое. Прокрою сейчас. Мы не могли бы определить день, не ограничив его мощью. Да. Понимаешь, да? Да. Здесь для заключения необходимость. Да, конечно. Конечно. Но это необходимость сознания? Но это необходимость самого сознания. Да. Тем, что я непосредственно отношусь к предмету, тем самым делаю я, я его снимаю. Вот в чем дело. Я отношусь непосредственно к предмету, тем самым я его снимаю. Да. А не тем, что образом. А, блин, сидел я, сидел в пещере, пробили шахтеры, пробили дверку. Потому что это счет, нельзя забывать, что когда Гегель говорит о сознании, он имеет в виду именно сознание-знание. То есть у него в одном веду сознание и знание, да, обычно? Я прав. Да? Да. А знание, это в нашем уже понимании, ну, по крайней мере, в моем, но, по-моему, это уже понимание всего там этого 20 века, сознание-то отнюдь не знание, и сознание отнюдь к знанию не сводится, да? Нет, у него есть связи с технологией. Можно смотреть, подождите, внимание, внимание, тем, кто очень не любит тексты считать, теперь это глава восприятия, после того, как перешли. Этот принцип валит для нас. И наше принимание восприятия не есть уже, пойду, являющееся принимание, как в чувственной достоверности, а необходимое. И, конечно, никто не считает никогда текстом, необходимое принимание возникает только в чувственном восприятии. А переход перед тремя пунктами, он такой же переход, как из трех вариантов, мы по один, второй, третий делаем. Нет, какой там? Вот и все. Текст текста ставь, я зачитаю текст. Это, кстати, очень интересно, что Влад за что зачитал? Да он пришел уже ко второй главе, и его читает. И самое интересное, что он зачитал Владу за себя. Почему за против-то себя? Влад, еще раз послания. Еще раз, переход от чувственной достоверности к восприятию необходимо возникать возникновение предметов в чувственном восприятии необходимо. А само чувственное восприятие в берете как являющееся принимание. Влад, успокоимся. Спокоимся. То есть, ты гибель есть, раз гибель я читала, другие, может быть, я не рада. Давай, спокойненько. Да надо читать текст, который мы обсуждаем. Этот принцип возник для нас, и наше принимание восприятия не есть уже поэтому являющееся принимание как чувственная достоверность, а необходимое. Но необходимо именно потому, что переход был необходимым. необходимость перед... А не то, что мы получили необходимо. То есть, я как понял, Влад, вы говорите о том, что вот там было, необходимости не было, мы рыпались, рыпались, рыпались. Я не об этом говорю, вообще глупый какой-то разговор. Вопрос это, я говорю о том, что вначале, вначале, любое начало начинается с перебора каких-то вариантов. Потому что нет никакого, не может быть начало, начинаешь просто с нуля. У тебя нет никакой необходимости, потому что ноль. ты что-то берешь качестве гипотезы принимаешь меня начали говорить я говорю об этом насколько я понял что мы тут обсудили значит необходимости дня что деньги и смены непосредственно и достоверно она необходима потому что происходит снятие но ему бы и не было если вы потом не нашли не один осознание берет глаза за крыла за то же она определенность которая существует как определен из лесового сознания иначе она не существует сознание уже отрефиксировала что хорошо вот допустим ты вывалился вот только для камня не существует смена дня и ночи игре еще не понимаешь для тебя это чувственная непосредственность вот день находишься вот еще не рефиксируешь только воспринимаешь день как день ты не воспринимаешь это как ночь если ты находишься в пище для тебя непосредственно это а вы поймете а очень ученой что имеет никакой определенности кроме того что эти звуки нет ночи только просто темно да один пройдет и будет правильно люди много все темно же для вас будет предмет в виде темноты будет да ночь понимается и как определенность ночи и как будто бы человек знает что это ночь а ночь понимается то смысла что ничего не в темно и все ребенок рождается много ощущения ночь это способ описания о чем идет речь потому что для чем для сознания просто темно да а потом светло было это тебе сейчас объясню ребенок рождается его есть мама он воспринимает потерянскую любовь он ее точнее не воспринимает для него нету материнской любви он воспринимает как должное что называется или вообще не воспринимает это как когда он поймет что кроме мамочки есть в мире что-то еще он поймет что такое материнская любви правильно сам он это сделает у него просто извини придет к нему что-то другое и на и ступит на его волю и сделается другими тогда он поймет а если он сам бы это делал бы никогда ничего не понял он подумал что зажмурится открыть будет предлагаю остановиться и слова не будет вопрос в том что они не слова каждого из она мне каждый раз я вот это у гегеля уже 10 лет изучаю это почти каждый переход на это просто любопытно что как вы видите это все иначе тебе первый переход ты его помнишь переход между первым и вторым пунктом первым бежу первым и вторым пунктом да как и есть эти три гипотез да вот мне речь не идет ни о гипотезе три гипотезе что для всегда я так по крайней мере понимаю гигеля у него переходы между а а и следующим за б они всегда необходимы это можно считать недостатком или можно может быть это это на самом деле я говорю если всего лишь три варианта хорошо но вариант другой не обходи мне не ладно да 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 и такие миги 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 гигида гигида толкни сюда я хочу просто с на мне дашь а да действительно я просто это это место ведь яхтем улет 5 не обращался не могу себе суть вопроса на самом деле должно понять сначала понять что что за переход от чувственной достойности к восприятию почему нельзя остановиться на чувством достались почему идет мультуре не придавиться дальше если вы в движении остановился на чувственное спряте тогда можно было с ним копаться но почему-то она не может на нем остановиться и и чтобы это понять вот надо как бы понять что на самом как это происходит потому что истинным не может быть не по непосредственно не может быть истинным вообще у гигеля было исходным вариантом в смысле исходной мыслью гигель является что вообще не может быть остановки ни на чем нет нет вообще не может быть ассалютная идея абсолютный дух нет это не остановка как раз нет то есть ну ребята ну дайте ну надо же гегель это читает надо же гигеля читает гигеля читает вот написано все равно чего чего чё то я взял опыт который сознание совершает относительно себя по своему понятию может охватить полностью всю систему сознания все царство истинного так что моменты истинный проявляться по специфической пленности они как абстрактных истинных 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 в том случае речи об истинном сознании да да нормально все правильно скажу двигаясь своему истинному существовали сознание достигнет пункта когда он окажется от своей иллюзии будто на времена щедро чужеродным который есть только для него и в качестве некоторого иного то есть достигнет пункта другие явления становятся равным сущности и тем самым изображение сознания совпадает с этим пунктом с подлинной наукой о духе и постигнув эту сущность ну уж вышли движение было необходимым и потом пришли тому что я имею дело только самим собой научу это общая схема это видение читаешь так ну вот видишь все правильно все согласны в этом пункте ну просто она достигнет как пределы ну достигнет ну не достигла же на второй страничке собственно трактата а кто сказал что она достигла я сказал что перевод и даже горевосприятие не достигло и горевосприятие не достигло в абсолютном духе ну ладно поступательное движение к этой цели посему также безостановочное на какой более ранней стадии нельзя найти удовлетворение но это не значит что предыдущие стадии как бы не обязательны и не необходимы все стадии именно что у тебя идет перебор вариантов перебор вариантов только в чувстве недостоверности идет перебор вариантов потому что там начало начало не может быть необходимым то что у него нет необходимости у начала начало есть всегда перебор а потом возникает необходимость из этого перебора Блата если говорить точно по гигерю то у начала нет перебора в принципе а откуда начало берется откуда у начала необходимость расскажите мне вот расскажите мне откуда возьмется у начала необходимость вы просто полагаете нечто в качестве начала и все Блата давайте успокоимся ну давайте ну давайте мне просто интересно дело в том что Начало всегда, то есть вот если Гегин начинает расслабиться в начале, он говорит, это нечто то, что неопределимо, непосредственно, и поэтому оно не может быть множественным. Начало не может быть множественным, значит, которое может делать перебор. То есть если у нас есть два, три, четыре варианта, в которых мы делаем перебор, то это не начало. Хорошо, но просто у фихты есть начало, начало есть у декарта. Начинать можно с любого момента, места. Да, в отличие от Гегеля, а Гегель нельзя с любого момента. У Гегеля можно начинать с любого места, потому что он круг, потому что откуда начнем, туда и перейдем снова. Парменит и вспомните, мне не важно откуда начать, потому что туда вернусь снова. Да, и у Гегеля так, но при этом у него начало, все равно, самое непосредственное. Начало произвольно. Нет, 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 начинается непосредственно. нет необходимости начала нет вначале мы берем что-то полагаем в качестве перебираем движение то дальше идет необходимый вопрос любой шаг после начала уже необходимо почему ты нам говоришь что только переход необходим только чувство достойности восприятию они не ходим переход внутри mans over сама осознание переходит samo сознание переходит от непосредственности предмета в непосредственности субъекта необходимым образом нет призвольного я я утверждающая необходимого зам scalm а потом поэтому мы не пришли Мы начинаем с непосредственности предмета. Что у тебя в самом начале чувство и достоверность устроены таким образом, что у тебя именно предмет выступает в качестве непосредственного. Это первая гипотеза? Это не гипотеза, это реальное обстояние дел, положение дел. Откуда оно взялось-то? Ну вот просто вот так оно взялось. Из восприятия чувства и достоверности мы к ней подходим воспринимающим образом. То есть мы подходим к нему как к некой данности. У нас есть бесчисленное множество различий в чувстве и достоверности. И два из них, которые нам кажутся интересными. Ну а почему не началось самосознание? Почему самосознание не началось? Почему самосознание непосредственно? Почему самосознание точно так же непосредственно? Нет. Да, точно так же непосредственно. Сейчас я вам прочитаю об этом. А Декарт? Непосредственно сам... А Декарт? Вот написано. Истинная достоверность из самого себя. Две достоверности есть. Достоверность чувственная и достоверность из самого себя. Точно так же непосредственно она. Можно было начать как Декарт с этого начала. и вообще никакой проблемы бы не было. Тем не менее, мы начинаем с некоторой первоначальной ситуации. В этом, безусловно, есть проблема необходимости определенного рода начала. Ведь есть же, можно же говорить, что начинать можно угодить все-всего угодно, но ясна же нам концепция, что начало необходимо. Если же есть такая имманентная установка внутренняя, феноменологическая, между прочим, чисто, что начало, оно это. Начало не может быть необходимым, в том-то и висят соль. Соль, что начало полагается... Влад, 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 никто не сказал, что начало необходимо. Правильно, никто не сказал. Зачем вы спорите с этим? Я не спорю. Вы утверждаете, что на самом деле было невозможно начать по-другому. Я говорю, что возможно было начать по-другому. Отсюда следует, что связь вот этих гипотез не является необходимой, а является перебором. Влад, нет. Можно было начать с... Влад, Влад, чисто логически, без всякого геймпеля, без всякого геймпеля, чисто логически. Начать можно с чего угодно. Да. А прежде всего, о начале чего мы говорим? О начале логической системы какой-то? Другими словами, о начале пути Гегеля в метапозицию. Ну, безотносительно. Да, согласен. С чего начнем, чтобы выйти в метапозицию? У меня другой вопрос. Ну хорошо, неважно, с чего мы начали, в конце концов-то понятно, что мы в метапозицию выйдем. А вот, как ему жить дальше? С метапозиции-то чего? Как ему потом... Опуститься там? Или все остальное подтащить туда, я не знаю. Нет, а как дальше? Нет, метапозиция доведет на это предел, становится такой же непосредственность, как и начало. В ней все растворяется. Да нет, просто метапозиция-то и есть та истина, которая уже достигла, это абсолютная позиция. Да, но Александр Сергеевич-то говорит о другом, что мы достигли абсолютной позиции, и как нам вернуться к нашему псевдоначалу. Еще раз говорю, абсолютная позиция изначально у Гегеля есть. Она есть, эта позиция мы. Это и есть та последняя позиция. Да, быть может, быть может. Но вот это странно на самом деле. Это не странно. У нас в этой ситуации она выступает как чисто констатирующая позиция. Мы с тобой в этом согласны? Что если позиция мы в первой главе финологии духа есть, то она выступает не в качестве деятельной позиции, а чисто констатирующей. Еще раз я тебе говорю, что изначально у Гегеля есть абсолютная позиция. Я же между прочим, я вот так здорово умею от первого ко второму пункту переходить, но я-то от второго к третьему не умею переходить. Это моя большая проблема. В этом смысле ты меня можешь действительно поймать и сказать, ага, произвол-то от второго к третьему, он есть, он и не является необходимым. Но я-то все думаю, что поскольку я так от первого ко второму перехожу хорошо, то это просто моя неспособность понять и справиться с текстом Гегеля, то, что я не умею со второго на третьего перепрыгивать, необходимым образом. У меня получается случайно. Тогда позиция мы действительно нужна. Она как бы, позиция мы здесь навязывает сознанию свою волю. Еще она не навязывает. Суть вопроса в следующем состоит. Гегель в суть, смысл феноменологии состоит в том, что наука для того, чтобы явиться и предъявить это свою истину, она должна это свое явление обосновать. Потому что, как он говорит, нереальное сознание, или являющее сознание, точно так же владеет уже какой-то своей истиной и может точно так же путем простого заверения утверждать, что именно его истина верна, а не науки. И поэтому для того, чтобы наука могла доказать на опыте этому являющему сознанию его истину, она должна проследить весь путь этого являющего сознания и каждый раз на опыте ему доказывать, что то, что она считает истиной, не является истиной. То есть наука не может просто это заявление делать, Она должна на опыте пройти весь путь. И вот этот путь, являющийся сознание, который она проделает, а чувственное состояние, серьезное предприятие и дальше, это есть путь, каким образом являющийся сознанием доходит до знания науки. Вот в этом есть смысл феноменологии. И путь необходим? Этот путь необходим. И нигде нельзя остановиться. Подождите, абсолютно истина в конце она является. И она изначально есть, потому что наука уже есть, она подходит к являющему сознанию и говорит, я уже истина абсолютная, давай я тебе покажу этот путь. И доводит это сознание до себя, до абсолютной истины. Вот в связи с смысл феноменологии. Он состоит в том, чтобы на самом деле доказать свою истинность. Доказать на опыте, взять ее и доказать. А не так просто сказать, я истинно, а твое знание мне ничего не значит. Ну и прям буквально это написано, я просто перелагаю своими слогами. Да, да, да. Ну значит, давай тогда я буду резюмировать. Ибо наука не может просто отвернуть неподлинное знание под тем лишь предлогом, что оно представляет обыденный взгляд на вещи и уверяет, что она сама и знание совсем иного порядка. А обыденное знание для него ничего не значит. Не может она ссылаться на предчувствие в нем самого некоторого лучшего знания. Таким уверением она объявила бы, что есть ее сила в ее бытии. Но не истинное знание точно так же ссылается на то, что она есть. И уверяет, что для него наука ничто. Но оно было уверенностью. Совершенно корректирован против этого. Да я просто смысл как бы... Вот чтобы понимать, что это значит. Мы обсуждали конкретную вещь. А сейчас почему-то заговорили о научности. Я просто к чему говорю, что как бы... Вот если мы рассматриваем... Само сознание... В этом первом смысле нет ничего особенного. Я тебе хочу сказать. Ведь позиция мы, она не навязывает тому самому низственному сознанию некоторое категорическим образом. А она предлагает тому самому сознанию некий эксперимент, на котором само то сознание, мнящее второе, третье, четвертое, пятое, может на практике показаться, что позиция для нас, уже готовая для нас позиция, является позицией науки. Ведь так же? Нет. Это сознание, которое заранее уже имеет истину. Оно как бы берет это неистинное сознание и приводит его каждый раз к тому, что оно заблуждается, что то, что оно понимает в качестве истинного, но оно его приводит само, или оно ему это навязывает в ситуацию? Ведь если бы необходимого движения между первым и вторым пунктом не бывало бы, сознание бы сегодня думало, что у нас ночь, на следующий день думало, что истинные чувственные запрещенности, вечер и так далее, и так далее. Не совершалось бы вот того необходимого перехода, когда само сознание на опыте утверждает, что оно само является истинной чувственной достоверностью. Чувственной достоверностью он пишет на это второе предложение. Мы должны поступать точно так же непосредственно и воспринимающим. Исследование в нем, как оно представляется нам, то есть это сознание, ничего не изменяет и постигает, в случае понятия. То есть оно бы ничего не постигает и не изменяет. Оно на самом деле берет опыт этого сознания, которое уверено в том, что истина является чувственным непосредственным предметом, и приводит его к пониманию, что это не так. В каком смысле оно приводит? Само сознание на практике приходит к пониманию того, что оно само теперь должно являться истинной и чувствной достоверностью. Само сознание приходит на практике и каждый раз эту истину теряет. И возвращается снова, и снова совершает этот опыт. Но важно на самом деле, что... Переход между первым и вторым пунктом, он необходим. Из этого видно, что диалетика и чувствует... Для самого сознания переход. Здесь не что иное, как простая история движения, это достоверность ее опыта. И что чувствует достоверность сама есть, и что иное, не только эта история. Переход от первого пункта ко второму, он необходим. Само истинство движется в направлении к этому результату, и все не слышат. Да и дело не в этом, я-то все слышу, это вы не слышите. Суть вопроса состоит в том, что не истинное сознание. Каждый раз убеждается, что просто он принимает... Мы это слышим. Вопрос возник по необходимости. По необходимости возникает в перефиреходе от непочувственного совета к восприятию. А внутри, там, между тремя пунктами... А внутри, три гипотезы, три гипотезы. Ну вот, ну все, а мы эту позицию здесь больше, пожалуй, никто не разделяем. Ну хорошо. Давай, значит, следующую вещь. Давайте я просто постараюсь подводить уже. Мы же с самого начала говорили о категории для нас бытия. Все здесь присутствующие, по большому счету, согласились, что с самого начала позиция мы, выступающая в качестве констатации, есть некая личинка, зародыш, попытка развернуться той самой позиции науки или позиции абсолютного сознания, которая появляется у нас в самом начале. Почему личинка, если она заранее уже полностью обладает всей полноту истины? Потому что она здесь просто констатирующая позиция. Но она, тем не менее, обладает всей иконой полноту. То есть мы видим, что с самого начала категория для нас бытия является существенной для построения Гегеля. И эта позиция, которую можно условно назвать позиции самосознания, находится и оказывается существенным и при рассмотрении позиции собственно сознания и чувственной непосредственности. Самосознание в кавычках хорошо, я вот умею cuentать Какой показатель полноту? Единственная позиция, которая для нас, вот она, вот никакого самосознания, я и вся отдельная позиция. Понимаешь? Ну хорошо. Это никакая не позиция самосознания. Это настоящий момент термин самосознания, или для нас, я его использую в качестве для нас бытия. А не в качестве того самосознания, которые появляются следующие, через две главы в это... З estimular ментерпредм �еб 이러стерго. Но ему и надо говорить, что для нас бытия никакого не самосознания. Просто для нас бытия. Есть как бы, некая позиция есть. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, всех уважаемых наших слушателей, что по большому счету при интерпретации Гегеля, вот мы видим важность этой позиции сейчас на семинаре, никто, ну да наговидственно скажем, не обращал внимания на ее присутствие и на важность для построения. Тем не менее мы видим, что без нее никуда, и что она является у нас полноценным героем, либо в слабой, либо сильной интерпретации всего нашего построения, всего движения, филологии духа Гегеля. Да, и Булат сказал, что это есть позиция абсолютного знания, куда все движется. Да, именно так. А не можете мне вкратце на закуску объяснить, а вот как в процессе этого движения Гегелем снимается, так сказать, основная эта позиция сознания и противодействующего сознанию мира? Ну а снимается она каким образом? Потому что в отношении вот этого «мы» для нас, бытия, к миру возникает все больше и больше количества этих опосредований. И оно как бы все больше и больше соотносится самим собой. Только тем способом. На мой взгляд. Больше опосредованным. Да, пока наконец он не приходит к некой чистой ситуации отношений. То есть дух все время последует свое отношение к миру самим собой. То есть типа мы настолько, если перевести на это пролива научного, то получается, что наши теории становятся настолько сложными, да? Ну, грубо говоря, микромет, которого уже никто не понимает. Грубо говоря, да. Ну у него природа всего лишь один способ опосредования. Это же придумало сознание. Ну, в этой смысле, да. Но оно необходимым образом придумало, разумеется. Да, да. Поэтому электрон необходим. То есть картина мира, которая выстраивается сознанием о мире, становится настолько уже опосредованной в себе, что мир уже как-то вот растворяется. Да, мы все дальше уходим. Все время присутствует. То есть эта картина мира включает уже как бы и нас, и мир. Нет, на самом деле ситуация не так происходит, как по моему понятию. Ситуация происходит так, что есть сознание, и соотносится с предметом. В чем состоит суть? Сознание полагает в качестве истинного нечто. Допустим, она считает, пускай будет истина единичная. И тогда то, что она видит в мире, она видит везде единичное, ничего другого она не видит. То есть она как бы надевает очки единичного и видит только единичного. Потом сознание говорит, не получается единичное принять в качестве истины, то возьму всеобщее. Надевает очки всеобщести и видит, в мире только всеобщее. И так далее. И каждый раз, на самом деле, сознание занимается тем, что оно надевает некого рода очки, чтобы принять, эти очки есть понятие, чтобы принять то, что является качеством истинного. Но ситуация повторяется одна и та же. Предмет и сознание никуда не деваются. Просто каждый раз обосредование разное. Вот и все. Ничего тут не движется фактически, а просто сама ситуация каждый раз обрежается в свете нового понятия. Если бы было понятие непосредственное, единичное, одна ситуация. И, соответственно, высветилось только единичное. Приняли всеобщее, сразу попали в восприятие. Это высветили. Оказалось, что есть не только восприятие чувственное, а еще есть восприятие, которое нечувственное в рассудке. Появилось рассудочное понятие. Потом перешли к самосознанию. Друг сознание обнаружило, что оно еще присутствует. И так далее. Каждый раз как бы просто в свете определенного рода принятия, мир как бы преображается в свете этого принятия. Но это условно говоря, если я одену зеленые очки, мир будет зеленым. Одену красный, мир будет красным. Вот так вот. Получается, что до самого предела сократилась оппозиция сознания. Нет, в какой-то момент просто предмет перестает быть предметом внешним, предметом восприятия. А становится предметом внутренним. Самосознание. То есть сознание двигалось, когда внешний предмет был только внешним. Вот это ты объяснил. Нет, оно дошло до предела в рассудке. И перешло уже к внутренним предметам, а оставило внешний мир. Оно его просто оставило. Каждый раз этот внешний мир возвращается, допустим, в разуме и так далее. Но он на самом деле уже как снятый момент возвращается. То есть предметом потом становится оно само. И предметами становятся внутренние предметы. Это то, что оно полагает в качестве предмета. Само уже полагает предметы. Сначала предметы даются. То есть предмет сначала как бы есть нечто, что дано. А потом предмет она полагает в качестве предмета и каждый раз снимает. Полагает и снимает. Вот так устроено движение. На все, да? Не было известно, не надо было рассуждать о чувствной достоятельности, что точку схватить нельзя. И поэтому на самом деле критика чувствной достоятельности не удается. Потому что если принимать, что мы всегда схватываем не точку, а нечто протяженное, то никакому восприятию мы никогда не перейдем. Либо восприятие чувствной достоятельности это одна позиция. Это как бы критика. Спасибо. Потому что она является, то есть у Гегеля, как бы, это здесь просто методологическая ошибка. Он просто принимает, он почему-то считает, что пространство есть пространство точек и считает, что это такая простая вещь и все это очевидно. Это не очевидно. На самом деле. Он не запутывается фактически просто в трех способах. Ну понятно. Вот на это же не утверждается. А почему это не очевидно, я просто объясню. Потому что сознание соотносится с предметом. И, соответственно, оно должно соответствовать с предметом. И если предметом является точка, то и сознание должно быть точкой. Ну, сознание не точка. Оно не может соотноситься с точкой. Ну, понятно. То есть, но имеет, прежде всего, во времени. Да. То есть сознание не точка во времени. Потому что фактически у него получается так, что сознание, когда схватывает теперь, оно как-то должно во времени остановиться, чтобы как точка станет. Ну, потом расскажешь, да? Если хочешь, просто прямо сейчас. Ну, да. Не очень понятно. Да. Потому что ты сам построение это не воспроизводишь. Мы с тобой не слышим. Нет. На самом деле, много очень проблем философии, именно связанных с тем, что мы просто просто мыслим в каком-то страсте. Проблемы. Гитлер бы уже выточил, да? Нет.